Некоторые игры вам нравятся с первого взгляда. Втянуться в такую игру ничего не стоит, но так происходит не со всеми играми. Я не говорю, что они плохие, но к ним нужно еще привыкнуть. С вами Falcon, и сегодня GameRanks представляет вам 10 отличных игр, которые мы сначала ненавидели. Номер 10. Death Stranding. Я знаю, есть люди, которым эта игра понравилась мгновенно, и вообще я один из них. Но другой такой игры больше нет. Она нарушает все ожидания жанра и была очень спорной на релизе. Death Stranding выходила, когда симуляторы ходьбы перенасытили рынок, к числу которых игру и относили. Сравните с серией Metal Gear Solid, которая была более традиционно структурирована. Притом, сравнение с настолько выстроенной серией, как Metal Gear Solid, говорит о многом. Так или иначе, Death Stranding очень странная и довольно тревожная игра, особенно в первые часы. Не помогает и то, что инструменты для более увлекательного перемещения открываются далеко не сразу. Первые несколько часов игры приходится перемещать вещи с места на место только пешком. Выйдя игра несколько позже, ее бы назвали симулятором почтальона во времена ковида. Хотя, такого названия игре все равно было не избежать. Впрочем, у почтальонов было огромное преимущество в виде средств передвижения. Многие люди запускали игру и недоумевали, почему вы только и делаете, что ходите. Неужели в этом вся игра? Итак, после нескольких часов ее просто забрасывали. Это совсем не похоже на игру с крупным бюджетом. Видеоигры приучили нас ожидать крутой, бомбический экшен с самого начала, где вас забрасывают в самое пекло. А даже если и не забрасывают, то создают ощущение того, что в центре происходящего. В Death Stranding пеклом же можно назвать игр с разумом. Экшен тут тоже бывает, но игра обладает необычной медитативной атмосферой, где вы в основном носите вещи. 90% игры в транспортировке. Конечно, я все сильно упрощаю, но это недалеко от истины. Постепенно вы начинаете строить дороги и тросы, и перемещаться становится гораздо быстрее. Тем не менее, в корне это возвеличенный симулятор дальнобойщика, только вы ходите пешком, а не ездите на фуре. Именно по этой причине на игру так реагировали в начале. Большинство людей не понимали, что это вообще такое. Но если вы готовы играть в Death Stranding неспешно, вы поймете, насколько игра глубокая и интересная. Игра действительно необычная, и со временем она раскрывается все больше и становится интереснее. Совершенно уникальная и необычная. Номер 9. Days Gone. Вот вам игра, собравшая весь диапазон оценок. Когда она только вышла, они отзывались совсем нелестно. Можете сами посмотреть оценки, некоторые из них были довольно резкими. Недавно игра получила критическую переоценку, и многим людям она очень нравится. И не без причины. Однако первое впечатление от Days Gone не лучшее. В первые часы происходит много всего непонятного. Главного героя вообще зовут Дикон Сейн Джон, словно какой-то левый персонаж из различных ужасных фильмов серии «Всегда солнечно». Зомби тут называют фриками, что, впрочем, даже забавно. Но вводные часы сюжета здесь наименее интересные. Главный герой Дик поначалу тоже не вызывает симпатию. Он вечно сердито бормочет и вообще не очень приятный. Почти все остальные персонажи кажутся типичными для таких игр про зомби. Первые несколько часов совсем неинтересные. Вместе со стандартным игровым процессом в открытом мире, неудивительно, что людей она поначалу не увлекает. Но если продолжить играть, все становится намного интереснее. Сюжет развивается, и вам представляют новых персонажей, которых вы не ненавидите с самого начала. А Дик становится более спокойным. Да и геймплей тоже начинает больше интриговать. Первая орда зомби попадается вам спустя какое-то время, но такие бои являются основными моментами игры. В некоторых локациях будут находиться сразу сотни зомби, и вам их нужно зачистить. Именно в такие моменты геймплей действительно показывает себя. Ничего подобного больше нет. Вы можете от души пользоваться своим оружием, чего в начале игры, да и во многих других играх, вам недоступно. Начинается все скучновато, но постепенно становится все лучше и лучше. В первые часы, да, придется непросто, но чем дальше? Тем круче. Номер 8. XCOM 2 Не то чтобы эта игра была странной или скучной. Ее поначалу не любили по другой причине. Она очень сложная. Даже на средней сложности большинство игроков начинают прохождение, играют несколько часов, понимают, что им не победить, и начинают заново. XCOM 2 это тактическая стратегия с несколькими слоями, почти как Огар. А точнее, с двумя основными слоями. Есть тактические бои, где вы управляете отрядом и проходите миссии. Пожалуй, они составляют основную часть геймплея, когда вы говорите об XCOM. Есть стратегический слой, где вы расширяете свою базу, изучаете технологии и выбираете, на какую миссию отправиться дальше. По сути, как и XCOM 1, но с новыми фишками, которые делают игру значительно сложнее в начале. Первые несколько часов не прощают ошибок. У вас очень ограниченные ресурсы, мало доступных солдат, поэтому любое ранение одного из них может быть очень критичным. На большинстве миссий есть какое-то ограничение по времени, и когда оно иссякает, либо враги появляются бесконечно, либо вы сразу проваливаете миссию. Отчасти трудность состоит в том, чтобы понять, что нужно исследовать и строить в первую очередь, ведь враги постепенно становятся сильнее. Если вы не получаете достаточно ресурсов для миссии, не улучшаете базу оптимально или не исследуете нужные технологии, то вам будет тяжело. Вы быстро окажетесь в невыгодном положении и едва ли сможете выполнять миссии. Тем самым у вас будет меньше наград, что приведет к дальнейшим неизбежным неудачам. Если вы слышали про убивающую отдачу, то это она и есть. Многие люди сдаются после первого провала, а с дополнением War of the Chosen XCOM 2 становится еще сложнее. Это гениальная игра. Она фантастическая и очень увлекательная, если в ней разобраться. Но да, нужно разобраться. Номер 7. The Last Guardian. Эксклюзив на PlayStation 2016 года. Разные люди вам будут говорить, что это неиграбельная помойка или же гениальный шедевр. Те, кто считает игру шедевром, также признают, что в игру сложно втянуться. Если мы что-то и ожидаем от игр, так это постоянство. Когда я нажимаю на прыжок, я хочу прыгнуть. Правила не должны изменяться, и они должны быть четкими. Мне хочется быть уверенным в том, что при каком-либо действии я увижу его результат. Это звучит вполне очевидно, однако причина, по которой я это говорю, в том, что в The Last Guardian намеренно ломается это золотое правило видеоигр. И так было задумано. Это сделано специально. Вы играете за маленького человечка, и большинство головоломок заключается в том, чтобы проводить это гигантское существо, то ли птицу, то ли кошку, то ли собаку по имени Трика. Как вы это сделаете? В большинстве случаев вы просто кричите Трика и надеетесь на лучшее. Да, по сути, это игра, где нужно нажать крестик, чтобы Шон... Эм, не совсем. Дело в том, что Трика это существо с собственным интеллектом, так что оно иногда делает вещи, а иногда нет. Порой его приходится подтолкнуть к действию едой или расчистив препятствия. Но никогда полностью не ясно, чего же хочет Трика. Это может привести ко множеству раздражающих моментов, когда не ясно, что же должен сделать Трика. Или еще хуже, когда вы точно знаете, что от него требуется, но Трика этого не делает. Порой это просто бесит своей тупостью. Именно из-за этого многие люди бросают эту игру. Но эта игра стоит страданий. Отношения мальчика и его гигантского монстра одни из самых трогательных среди видеоигр. А заканчивается история невероятно драматично и очень напряженно. Те, кто смог пройти, не пожалели о своем путешествии. Но эта дорога довольно ухабистая. Управление не даст вам полностью почувствовать себя за рулем. Постепенно какая-то логика проглядывается, но все же не до конца. У игры могут быть серьезные недостатки, но она все равно будет отличной. Особенно в той игре, которая делает кое-что иначе. Такая, как The Last Guardian. Номер 6. Prey. Эта игра явно оставляет хорошее первое впечатление. А вступление в Prey одно из самых запоминающихся. Но пройдя пролог, вы оказываетесь в как вам может показаться довольно посредственном шутере. Управление здесь не лучше, да и сюжет кажется совсем обычным. Но по мере прохождения все становится гораздо интереснее. Необычное в Prey то, что в начале вы даже не задумываетесь о потенциальных возможностях умений в вашем распоряжении. Гипс-пушка это отличный инструмент для замедления противников. Без новых способностей вы не выживете. А также с ее помощью можно создавать самодельные лестницы и добираться до недоступных мест. История поначалу тоже кажется очень прямолинейной, пока вы не осознаете, как много решений вы принимаете, которые влияют на грядущие события. Интересно и то, что игра ничего вам явно не показывает. Все происходит постепенно и подстраивается под ваши действия. То, что начинается как более современная версия Байошока, постепенно раскрывается в нечто большее и взаимосвязанное. Вся станция это живое окружение, которое изменяется по мере прохождения игры, где в каждую область можно попасть с разных сторон. А сюжет можно пройти множеством разных способов, все из которых ощущаются вполне естественно. Сложно описать, что делает эту версию Прей такой особенной. По сути, они взяли идею с иммерсивным симулятором вроде Deus Exo, но не стали разбивать игру на множество разных уровней, а создали одну большую песочницу. Эту игру легко пропустить как менее страшный Dead Space, но в ней происходит много всего, что делает ее совсем уникальной и по праву отличной. Номер пять The Wonderful 101 Platinum Games с новыми игроками обычно не церемонятся. И вам может показаться, что игра, которая выглядит немного по-детски и сделана эксклюзивно под консоли Nintendo, будет более снисходительной. Но нет. Вероятно, это их самая неподступная игра. Эта игра выглядит как пикмин, но играется как нечто среднее между тем же пикмином и Devil May Cry. Вступительные уровни это сущий хаос, где в вас бросают новые идеи до того, как вы освоите основы. И вам не объясняют даже самые необходимые вещи, вроде возможности нацеливаться. В любой другой игре это было бы, наверное очевидно, однако в этой игре очень уникальное управление. Кроме этого, такие важные умения, как атака с тингером и отражение, нужно покупать в магазине среди множества других менее полезных вещей. Новым игрокам игра будет казаться очень раздражающей и безумно сложной. Именно поэтому многие просто сдаются. Но тем, кто решит продолжить, игра покажется одной из лучших у Platinum Games. Такой глубины и разнообразия экшена больше нет нигде. А финала круче быть не может. Они сами себя еще не превзошли. Да, Metal Gear Solid Revengeance вышла после этой игры. И нет, даже ее финал не был круче. А это уже о чем-то да говорит. В игре очень усложненное и необычное управление, к которому нужно привыкать. Но освоившись, это лучшая экшен-игра, какая вообще может быть. Номер 4. Dragon's Dogma Во многих смыслах эта игра намного опережала свое время. Хотя, не буду отрицать, что в ней немало серьезной кривизны. Сочетая в себе Skyrim и Monster Hunter, они мыслили прогрессивно, несмотря на то, что финальный продукт получился немного странным в плане совмещения идей в единое целое. Тем не менее, Dragon's Dogma гениальная игра и долгожданный сиквел наконец анонсирован. Я считаю, он потенциально может превзойти любой жанр, который будет в игре. Пора бы уже оригинальной игре получить то признание, которое она заслуживает. Вероятно, причиной его отсутствия является нагромождение с самого начала. За кривым обучением идет еще обучение, перемежающееся с неуклюжим игровым процессом, который толком не показывает всех прелестей игры. В частности, в боевой системе. Чтобы добраться до самого интересного, у вас уйдет немало времени, но к этому моменту уже многие сдаются. Практически все в первые часы игры вызывает недоумение. Даже те, кому нравится игра, понимают, что вам нужно просто претерпеть эту часть, пока игра не начнет становиться лучше. Как только вы начнете открывать умения, соберете команду действительно полезных помощников и станете сражаться с настоящими гигантскими монстрами, тогда игра полностью складывается в единое целое и становится кривоватой, но любимой многими классикой. Но первые несколько часов очень трудные. Номер 3 Rain World Немногие игры получают критическую переоценку как Rain World. Изначально у игры были в лучшем случае смешанные оценки, а теперь они крайне положительные в стиме. Отчасти это сводится к тому, как разработчики обновляли игру, но в большинстве своем благодаря восприятию игроков. Rain World в первую очередь брутальная и беспощадная игра. Механики игры непонятные, управление необычное и оказаться в проигрышной ситуации здесь очень просто. В любой другой игре это было бы ужасно, но в Rain World все отлично складывается и работает. Это не рауглайк и не совсем метроидвания, хотя внешне очень похожи. Это скорее исследование с выживанием, с живой экосистемой, в которой можно научиться ориентироваться и адаптироваться. Мне кажется, в основном людей отталкивает то, что игра выглядит как милый платформер, хотя на самом деле она очень суровая и малопонятная, как совсем немногие другие игры. Вы с легкостью можете повернуть не там и оказаться в финальной локации с самого начала. В отличие от Dark Souls или другой игры с подобным построением уровней, где сразу понятно, какие враги вас превосходят, здесь даже такая информация совсем неявная. Это такая игра, где нужно взять себя в руки и научиться, что и отпугивает многих людей. Но игра также собрала множество фанатов, которые ценят сложность игры. Ей очень легко перенасытиться, но тем не менее, те, кто продолжает играть в Rain World, обожают его. Номер 2. Dead Rising. Ограничение по времени и можно даже не продолжать. Если вы добавляете в игру большой мигающий таймер, то не удивляйтесь, если он будет меня раздражать. И такое ограничение по времени есть во всей серии Dead Rising. Ваш главный персонаж Фрэнк Уэст, который освещал военные события, начинает как типичный чурбан. Он медленный и слабый, а повсюду зомби. Ну, не повезло ему в общем. Уложиться во временное ограничение уже непросто. Большинство людей доходят до момента, где у них заканчивается время и они проигрывают, либо они умирают от надоедливых зэков в парке. Когда как. Даже если вам нравится эта игра, этим ребятам нет прощения. Хуже них быть не может. Все начинается довольно медленно и напряжно. Когда вверху у вас медленно тикают часики и раздражают вас, что делает игру немного хуже. Но уже через несколько часов все становится гораздо веселее. Вы становитесь сильнее, приобретаете новые приемы борьбы с зомби, у вас увеличивается инвентарь, и вы постепенно запоминаете, где лежит лучшее оружие и лечебные предметы, из-за чего бои становятся менее утомительными. А те, кого вам надо спасать, умнее не становятся, но хотя бы с оружием с ними проще нянчиться. Дэд Райзинг остается, пожалуй, одной из самых уникальных и классных игр Capcom, но поначалу вам придется довольно нелегко из-за ограничения по времени. Вся проблема только в нем. Номер один. Серия Souls. Любой, кто играл в игру из этой серии, расскажет вам, как внезапно игра для них преобразилась. Иногда это происходит быстро, а иногда требуется пара игр. Да, чтобы вам понравился Souls, может потребоваться несколько игр. И это исключительно любопытно, но только непредвзятому человеку. И побольше бы таких, но обычно все происходит следующим образом. Вы играете, постоянно умираете, ощущаете себя ничтожным и начинаете играть от обороны, боясь потерять ваши души. И при смерти вам кажется, что вы потеряли весь свой прогресс. Когда вам ненавистная игра и вы теряете 10 тысяч душ, это и есть переломный момент. Именно тогда многие игроки разворачиваются и больше не оглядываются. Но некоторые впоследствии все равно возвращаются. Благодаря своему упорству или нескольким запросам на вики, они постепенно начинают понимать, как работает игра. Самое забавное, что такой подход так и не менялся. Игры Souls, включающие Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и недавний Elden Ring в целом очень похожи. В каждой игре присутствуют свои уникальные характеристики и необычные механики, которые вам толком не объясняют. В Sekiro вообще было дракония поветрия. Если вы слишком много умирали, то некоторые персонажи заболевают и становятся недоступными. И этого уже достаточно, чтобы отпугнуть немало игроков. Да даже оригинальный Demon's Souls не был исключением. Хотя считается, что с него все и начиналось. Впрочем, у From Software были и другие игры, влияние которых виднеется в Demon's Souls. Но первое впечатление от Demon's Souls было плохим. Если вы умираете до первого босса, то теряете половину своего здоровья. До первого босса нет возможности прокачать персонажа или стать сильнее. То есть единственный реальный способ пройти первый уровень это стать лучше с половиной здоровья. Порой эти игры очень глупые и раздражающие, но они действительно хорошие. У вас может уйти какое-то время, чтобы понять, во что вы влезли, а постоянные смерти в этом вам совсем не помогут. Притом вы умираете не только в игре, но и немного внутри себя. Как только игра вас затянет, она будет отличной. Но до тех пор вы будете чувствовать себя ничтожно. Небольшой бонус серия Fear and Hunger. Эти инди-игры на RPG мейкере последнее время очень популярны на ютюбе. Если просто, то это по сути соус-игры, доведенные до своей крайности. Они безумно жестокие и специально оставляют неприятные и даже отвратительные ощущения. Но игры собрали фан-базу настоящих мазохистов, готовых мириться с превосходящей жестокостью. Когда вы только начинаете играть, особенно в первую часть, вы наверняка умрете в первом или во втором столкновении. Игра кажется невозможной. Это даже не игра, а просто симулятор умирания. Но с достаточным упорством появляется закономерность, а с ней и путь вперед. Вообще игры жуткие и очень мрачные, словно над вами играют какую-то злую шутку. Однако пройти их можно, несмотря на безумную сложность. Но некоторым игрокам эти игры покажутся самыми интригующими из того, что выходило в последние годы. На сегодня это все. Оставляйте свои комментарии под видео. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк, а также не забывайте поддерживать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.